привет дорогие друзья в преддверии дня влюбленных позвольте мне дать вам один совет не нужно ломать голову над тем какую из безделушек в очередной раз подарить своей половинке лучше убирайте в квартире и приготовьте вот такой салат этот салат с лесными грибами я назвал лесовое коханья лесовое потому как здесь есть лесные грибы а коханья потому как мы готовили его с любовью к своей половинке этот салат станет прекрасной альтернативой для таких давно уже приевшихся салатов тем более после новогодних праздников как мимоза оливье селедка под шубой это нечто новое данный салат вы можете употреблять в качестве закуски а также в качестве основного блюда можете брать ложку и с хлебом чухрать его себе в удовольствие но сейчас уделите пару минут вашего драгоценнейшего времени и посмотрите как его можно легко и качественно приготовить и так для салата нам потребуется 5 яичек сыр 160 грамм 1 большая луковица лесные грибы здесь у меня белые грибы маслята подосиновики ну такое ассорти где-то полкило получилось размороженных 4 картофелины очень хорошо нужно их вымыть и 1 морковина морковина грамм 200 1 филейная часть курицы и майонез многие из вас скажут майонез это очень вредно я с вами не могу не согласиться но сколько бы вы потеряли с вами если бы никогда не пробовали салаты майонезом сейчас на нашей плите будут заняты все комфорки нужно приготовить все эти ингредиенты на сухую сковородку мы высыпаем наши грибочки для того чтобы из них выпарилась вся вода делаем небольшой огонь сейчас немножко шумит вытяжка думаю она нам не помешает я считаю что лучший подарок конечно же подарок сделанный своими руками с любовью а если это будет еще и вкусный подарок это двойное счастье и так пока готовятся наши ингредиенты мы почистили лучок сейчас его порежем режем кубиками не очень мелко потому как в салате должен чувствоваться жареный лучок пусть отдыхает тем временем не забываем помешивать грибочки которые уже дали такой яркий грибной аромат так грибочки наши поджариваются напоминаю масло сразу добавлять не нужно нужно чтобы они выпарили всю влагу яички мы отвариваем не менее 10 минут так как они должны быть сварены в крупную и грудинку мы варим 20 минут ну а овощи до готовности попробуем вилочкой как они протыкаются и так яички мы сливаем и заливаем холодной водой чтобы они лучше очищались грудку куриную мы тоже оставляем без бульона он нам не нужен пускай остывает ну что наши грибочки уже подсохли начинают прижариваться самое время немножко добавить подсолнечного масла нужно хорошенько размешать такой аромат прекрасный вспоминаю эти золотые деньки осенние я такой салат готовил с грибами которые не все любят это маховики вы их может быть называете козлята их не так сильно любят потому как после отваривания они становятся резиновыми многим это не нравится но вот для такого салата который мы сейчас готовим они как нельзя лучше подходят вот не знаю почему они мне очень понравились в этом салате ох какая красота друзья еще немножечко поджарится мы добавим туда лучка и будет вообще бомба сейчас у нас за окном вот такая вот погода очень такая унылая погода кое-где лежит снег еще а мы жарим вот такую красоту привет из осени грибочки размораживаются очень долго поэтому если у вас в замороженном виде грибы как у меня вот отваренные они были в замороженном виде то их нужно начать размораживать ну примерно за ночь полюбуйтесь друзья как это красиво а если бы вы еще чувствовали этот аромат неописуемый я сейчас уже зажариваю грибочки наверное минут сорок ну на таком среднем огне и сейчас мы уже видим как они поджарились под золотились самое время добавить лучок итак проверяем вилочкой готовность наших овощей ну картошечка уже готова и морковочка готова можно немножко добавить молотого перца черного а также слегка посолить я использую такую розовую соль как пишут на упаковке это гималайская соль вот такая вот упаковочка так молочок тоже стал золотистым что говорит о том что хватит уже его жарить включаем и теперь наша задача дождаться чтобы грибочки остыли наши овощи остыли сейчас мы их быстренько почистим вот для меня недавно стало открытием что морковка чистится по кругу уже отваренная итак друзья мои вы можете видеть что все наши ингредиенты уже готовы отварены почищены и пожарены приступим к самому главному будем формировать наш салат вот на такое блюдо я взял большое блюдо стеклянное и форму для выпечки чтобы видно было когда мы ее снимем все эти красивые разноцветные слои первым слоем у нас будет картофель который мы потрем на крупной терке тертый картофель у нас выкладывается нижним слоем самым первым мы его смазываем майонезом ну я буду очень тоненькой сеточкой делать это все вот так майонез я брал не самый жидкий это майонез 67 процентов промазываем картофель так первый слой у нас готов на картошечку с майонезом мы выкладываем равномерно наши жареные с лучком грибочки видно даже шляпки под осиновичкой у молоденьких каждый из них мне принес море позитивных ощущений и продолжает меня радовать в жареном виде потрем его на мелкой терке следующим этапом мы потрем тоже на большой терке нашу отваренную морковь итак после того как мы завершили слой моркови мы также его покроем майонезом так сейчас мы с вами быстренько потрем сыр так аккуратненько высыпаем это все в мисочку следующим этапом мы потрем яйца возьмем посудину побольше пересыпем туда тертые яйца и перетертый сыр хорошенько перемешиваем следующим слоем будет перемешанный сыр тертый с тертыми яйцами пришла очередь куриной грудки сейчас мы меленько ее порежем сыпем ее в кастрюльку обратно и про один ингредиент я забыл вам сказать самое время о нем вспомнить это домашние маринованные огурцы и также меленько его порежем перемешаем гурятину с огурятиной вот таким образом присыпаем немножечко так придавим так после всего этого берем пленку накрываем наше блюдо и теперь блюдо помещаем в холодильник на часок примерно пришло время попробовать эту прелесть ммм какой же она получилась берем аккуратненько ммм ммм мамамия ничего вкуснее я не пробовал ммм 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 ставьте лайки подписывайтесь на канал и я вам еще покажу некоторые рецепты с грибами